Только что в Приднестровье поступили российские деньги. Пенсионеры смогут получить их завтра. Тем, кто получает на карточку, перечислят тоже завтра. Сегодня Вадим Красносельский озвучил послание органам власти. Это ежегодное поручение чиновникам. План действий на год. Послание президент разделил на блоки. Задачи по обеспечению экономической самодостаточности страны президент адресовал правительству в целом, а также министерствам экономического блока. Два с половиной часа президент говорил о том, что нужно для улучшения жизни приднестровцев. Основной лейтмотив – страна и дальше будет строить и ремонтировать, открывать новые производства и создавать рабочие места. Отдельно Вадим Красносельский говорил о привлечении инвестиций в экономику. Самое главное – проводить индивидуальную работу с каждым потенциальным инвестором. Александр Владимирович, я попрошу вас, агентство по инвестициям, оценивать не как они освоили денежные средства, а сколько они инвестиций привели к экономику. Я наблюдал, к сожалению, в том году были моменты, когда как-то без особого энтузиазма те или иные должностные лица данной структуры относились к потенциальному инвестору. Его надо заинтересовывать, рассказывать, сопровождать. В 2022-м будут ремонтировать больше дорог, в том числе сельских и внутридворовых. Деньги направят и на тротуары. В Приднестровье за 4 года работы фонда капвложений построили и отремонтировали десятки социальных объектов – больниц, детсадов, школ, домов, культуры и спортзалов. Фонд будет работать и дальше. И это принципиальная часть послания и планов работы. По этому году могу сказать, что в фонде капвложений только направление строительства определено в размере 262 миллионов. Это социально значимые объекты, школы, детские сады, большой гигантский блок капвложений в сфере здравоохранения. В ближайший год в Приднестровье не будет дорожать коммуналка. Об этом тоже говорил Вадим Красносельский. Тарифы для населения у нас не поднимают много лет, хотя себестоимость энергетических услуг растет. Для людей разницу между тарифами на оплату воды, газа, тепла, света и реальными затратами коммунальных предприятий компенсирует государство. Совокупная разница составляет 192 миллиона рублей. В этом году предполагается профинансировать ее в размере 98 миллионов. Эти средства распределяются между предприятиями, которые я назвал, и непосредственно направляются на реализацию инвестиционных программ. Это как раз восстановление уже пришедших в негодность коммунальных сетей, это проведение газа, воды в те районы, где ранее это было недоступно. Социальная стабильность – этот принцип закреплен в стратегии развития Приднестровья. О нем президент говорил и в послании. В 2021-м пенсии и зарплаты выплачивали без задержек. Они немного выросли. Этот курс необходимо поддерживать, сказал президент. Ряд социальных задач глава государства поставил Верховному Совету. Работа над бюджетным кодексом, и она уже сегодня находится в стадии нулевого чтения. Готовы заняться разработкой законодательной базы в области ценообразования с целью сдерживания и ограничения роста регулируемых цен на услуги предприятий сферы естественных монополий. Также готовы и работаем над созданием правовых механизмов по регулированию тарифов на подачу воды для цели орошения и по управлению государственным имуществом. Все озвученные цели и задачи, по словам президента, основаны на мнении приднестровцев. В послании к органам власти Вадим Красносельский собрал просьбы и обращения, которые ему адресуют. Основные принципы для страны остаются прежними. Это построение социального государства с рыночной экономикой. Светлана Мартинюк, ТСВ.